Добрый день, уважаемые посетители информационного портала Управда.ру! Сегодня мы в гостях у удивительной героини, предпринимательницы, умницы, красавицы Ольги Егирской. Оля, привет! Добрый день! Я задам тебе, Оля, 100 вопросов, ответы на которые могут быть как развернутые, так и односложные. Ты готова? Реально 100? Да, а может и больше. Хорошо. Погнали! Итак, Оленька, мой первый вопрос. Как тебе удается совмещать, как тебе удается быть одновременно умной и красивой? Ой, ну, наверное, так же, как и тебе. Ну, Оля. Ну, я считаю, что на самом деле таких, я вижу вокруг себя очень много таких девушек, которые умные, красивые, все у них хорошо. Не надо недооценивать их количество. Привыкла к комплиментам? Возможно. Мы в офисе твоего декор-завода. Расскажи, как ты пришла к этому? Ну, все начиналось с того, что я работала на телевидении и вела передачу про декор, про оформление жизненного пространства. И я тогда заметила, что в городе нет настоящих витражей. А я очень люблю вот все, что связано со стеклом, драгоценными камнями. Мне всегда это с детства нравилось. Но у нас было все шикарно в городе, но витражи никто не делал. И спустя какое-то время я решила все-таки этим заняться, съездила в Москву, посмотрела, как это делается, прошла обучение, приехала в Ульяновск, резала на кухне свои первые витражи. Муж вспоминает до сих пор, как осколки попадали в суп. Ну, после этого, правда, мне пришлось уменить место дислокации. У меня появилась маленькая мастерская, и появился первый сотрудник. Он приехал из Мурманска. Был такой замечательный парень. Он приехал в Ульяновск к любимой девушке, было все очень романтично. Там он работал в стеклорезке, но зарплаты в местных стеклорезках его не устроили. И вот он нашел где-то там меня, пришел и очень просил, давайте будем что-нибудь резать. Вырезать, делать. И мы с ним вместе первое время даже вместе паяли, когда не успевали. Там, помню, какой-то второй или третий заказ до часу ночи мы с ним вдвоем паяли. Но потом как-то все так постепенно разрослось, и появились еще декоративные перегородки. Это произошло, когда я захотела декоративную перегородку себе домой. Я ее придумала, но не знала, как ее сделать. Нашла парня со станком ЧПУ, он ее вырезал. Потом мы ее там в другом месте покрасили, вставили в витражные стекла. И через какое-то время я купила себе свой станок. Тем более всех дизайнеров я знала, благодаря работе на телевидении. И контакт у нас с ними был. Очень красивая и логичная история. Оля, у тебя много заказов на сегодняшний день? Ну, наше производство полностью загружено. По витражам, наверное, на два месяца вперед даже. Мы единственная в городе витражная мастерская, которая делает настоящие паянные витражи. И витражи в технике фьюзинг. Не какой-то там мелочь, которую на двери приклеивают еще, а такие достаточно серьезные работы. Вот. Ну и по решеткам тоже у нас... У нас все работают без простоя, без перерыва. Большой штат сотрудников? Нет, у нас всего 10 человек сейчас. Это не всего. Это уже прям бизнес-бизнес. Ну, тем не менее, это такой еще микробизнес. Да. Твой бизнес поддерживает региональное правительство? Региональное правительство поддерживает. Во-первых, когда я открывала витражную мастерскую, я брала вот этот вот грант 300 тысяч рублей. А сейчас я очень благодарна нашему комитету по развитию предпринимательства, потому что вместе с ними мы уже дважды участвовали в крупнейшей выставке Мосбилд с отделом экспорта. И, ну, например, участие там может стоить от полумиллиона рублей. И мне бы это было очень накладно и ощутимо. А так там небольшие два квадратных метра, но благодаря вот нашему комитету нам выделяют. И это очень эффективно. Что дает тебе участие в международных выставках? Во-первых, нас стали узнавать на просторах России. Мы же работаем по всей России, отправляем наши решетки и перегородки от Камчатки и до Сочи. Везде уже есть. Во-вторых, мы сделали уже такую дилерскую сеть. И во многих городах, еще пока не во многих, но в 20 городах уже есть наши представители. Даже в Крыму у нас есть представители, и она достаточно активно работает. И они появились у нас в основном благодаря выставке. Ну и опять же, это знакомство с московскими дизайнерами и выход на московский рынок, а он очень перспективный. Это вообще конкурентный рынок? Я стараюсь выбирать такие ниши, где конкуренция минимальна. Часто меня спрашивают, вот почему ты не начнешь делать витражи или решетки, например, для каких-то кухонных производств больших. Вот этот бизнес, где большие мальчики толкаются локтями, перегрызают друг другу горло, это все не для меня. Мне нужно, чтобы у меня было эксклюзивно, чтобы ко мне стояла очередь, чтобы люди были сами заинтересованы и приходили. И у нас очень хорошее отношение с клиентами, я получаю бесконечное наслаждение от общения с многими из них. Мне вот так нравится больше. Ну скажу тебе, у тебя это очень легко получается. Когда я заказывала у тебя дверь, я стояла к тебе в очередь, я бегала, охотилась за тобой и, так сказать, поймала. А есть ли у тебя профессиональная мечта, которая на сегодняшний день кажется тебе сложно реализуемой, очень дерзкой, но тем не менее? Ну вот прямо сейчас, может быть, это не глобальная мечта и не видение меня через пять лет. Вот в данный момент мне очень хочется новый станок. Что он должен производить? Ну, это будет просто станок большего размера, лучшей производительности. Ну разве что это мечта? Это твоя цель, и ты добьешься в ближайшие два месяца, я уверена, просто не сомневаюсь. Я надеюсь, что так будет. А мечта, чтобы вот прямо сейчас, dream dream. Ну, наверное, не знаю, может быть, я просто не готова ей пока поделиться. Заряди пространство, и оно поможет тебе. Сложно, сложно рассказывать о мечтах на большую аудиторию, потому что где-то в глубине души сидит, что если расскажешь, то не сбудется. Понятно, боишься сглазить. Но я могу сказать, что у меня нет в планах построить 10 заводов и сделать какой-то 500-миллионный оборот в год, потому что хочется все-таки оставаться девочкой и успевать ходить на пляж, на маникюр, воспитывать детей. Все-таки у меня семья, дети. Вот, поэтому мне хочется остаться в нашем творческом бизнесе. И сейчас, ну вот если говорить о дальнейшем развитии, хочется, чтобы мы больше занимались разработками, разработками новой мебели. Именно вот создавали модели. Меня сейчас очень интересует, каким образом оплачивается, в том числе, как регулируется оплата авторского вознаграждения. Потому что, например, вот зеркало, которое висит у нас в студии, это придумали ульяновские дизайнеры, Екатерина Коптелова и Наталья Руднева. Вот, и мы им с каждой продажи будем сейчас платить какую-то уже небольшую ренту. И я хочу, чтобы у нас был такой центр, где аккумулируются новые идеи, где дизайнеры будут создавать новые модели, а мы их будем делать первые экземпляры, отрабатывать. И у нас уже есть такой опыт. И потом дальше отдавать на фабрики, где их уже будут производить, где они уже будут производить большие станки, это будет дешевле. Но мы будем участвовать в разработке, мне интересуют разработки. Очень рациональная идея. Оля, а какое у тебя образование? Изначально и самое первое, педагогический университет, я учитель истории по образованию. И я даже недолгое время им работала. Что было потом? Тебя зацепило вообще учительство? Да, мне очень понравилось. Но надо сказать, что мне очень повезло со школой, потому что это была не обычная школа, это была 13-я Димитровградская гимназия, где 80% детей поступают в вузы Москвы и Петербурга. И Девяткина была там директором, а Тихонов, наш заместитель губернатора, был учителем истории, так как у меня не было своего кабинета, я ввела уроки в его кабинете. Но тогда у меня, так скажем, жить мне особо было не на что. И прожить на учительскую зарплату, возможно, никак не представлялось, тем более, что я там работала на полставки и еще училась в университете, это было на пятом курсе. Поэтому мне пришлось искать другие источники дохода, и я их, конечно же, нашла, но из школы пришлось уйти. Ты долгий период, на мой взгляд, долгий период в жизни своей работала на ТВ. Расскажи об этом этапе своей жизни. Ну, вообще, СМИ вообще сыграли огромную роль в моей жизни. Как ты к ним пришла, будучи учительницей по образованию? Опять-таки, я искала другие источники дохода, и я начала писать статьи. Сначала это была газета «Шок», скандально известная, я даже была там в штате. И, честно говоря, я никогда этого не скрываю, и я благодарна Сергею Шмелеву за то, что он мне дал. Он очень много у меня научил делать расследования, брать интервью. И потом я начала писать небольшие заметки в «Народную газету», и вот сразу после, как только я закончила пятый курс университета, на следующий же день я вышла на работу в «Народную газету». Там было место в штате в отделе новостей. И через два года я стала начальником отдела новостей. Мне всё, в принципе, нравилось. Я ещё была корреспондентом Интерфаксу Ульяновске. Потом я ушла в декрет, потом он перетёк плавно во второй декрет. И, ну вот, честно, как человек честный, я понимала, что я уже не имею права работать в новостях, потому что там нужно быть готовой в любое время дня и ночи подорваться, поехать, отслеживать и так далее. И вот предложили работу на телевидении. Почему ты не связала всю свою жизнь с журналистикой? Максимально плотно? Я просто очень непостоянный человек. Кто-то по гороскопу. Я по гороскопу Лев просто так сложилась исторически, что папа у меня военный, и мы каждые три года переезжали. У меня полностью менялась картинка. Сейчас мы живём в Монголии, а потом мы живём в Литве. И совершенно другие люди, и тех людей, с которыми я училась в первом классе, я после третьего уже больше никогда не видела. И вот эта привычка к смене, наверное, где-то у меня фантомные боли требуются менять. Что тебе дало работу на телевидении? Огромный колоссальный опыт. Ну, а знакомство, это вообще очень трудно переоценить. Прекрасные люди, с которыми мы вместе работали. Но знакомство, это, пожалуй, самое важное. И опять же таки, умение держаться перед камерой, потому что когда я записывала свой первый стендап, меня так трясло, что это было видно на камеру. Каким ты видишь, Оля, будущее СМИ? Сейчас уже мало кто смотрит телевизор. Всё меньше и меньше народу читает газеты. Как ты считаешь, что ждёт их впереди? Либо мы придём к блогам? Мне кажется, что будущее за блогерами, за стихийными народными новостями. И если вот так посмотреть, то многие блогеры снимают сейчас сюжеты намного более крутые, чем местное телевидение точно. И не хуже, чем центральное телевидение. И вот девочки, с которыми мы вместе работали раньше на телевидении, например, Виктория Корабельникова, она сейчас такая звезда Рунета. У неё, по-моему, больше 100 тысяч подписчиков на YouTube. И она снимёт прекрасные, прекрасные, качественные ролики. Наверное, отчасти потому, что вот она работала на Ульянском телевидении. Таких примеров много. Я думаю, что всё-таки будущее за этим. Оль, давай поговорим теперь о дизайне интерьеров. Это сфера необыкновенно трендовая на сегодняшний день. И ты один из активных представителей этой индустрии, этого пространства. Начнём с того, как тебе работается с дизайнерами. Много ли их в Ульяновске? Расскажи о бульяновских дизайнерах интерьеров. Дизайнеров у нас много. Каждый год факультет в УЛГУ, один факультет в УЛГУ и строительный факультет в политехе выпускает их целый курс. Но, как в любой профессии, конечно, здесь необходимы какие-то природные предрасположенности. И хороших дизайнеров видно сразу. Они с третьего курса уже начинают работать. Они ищут какие-то, за совсем смешные деньги, ищут проекты, нарабатывают себе портфолио. И к пятому курсу у них нет никаких проблем с трудоустройством. Сильных таких дизайнеров, наверное, порядка 50 даже в Ульяновске уже сейчас. И они работают не только в нашем городе, они работают в Москве очень много. Иногда московских дизайнеров приглашают в Ульяновск. Но чаще бывает наоборот, потому что у них конкурентноспособные цены, а они могут заработать там больше, чем здесь. И я хочу сказать, что это совершенно разные люди. Среди них есть творческие художники, которые даже как-то стесняются брать за свою работу деньги, потому что они же получают от этого такое удовольствие, им даже как-то неловко. И они сделают это все быстро, и все здорово. И действительно, они талантливы. Но, возможно, они не умеют себя продавать. Есть звезды, которые умеют продавать все. Все прекрасно, которые просто обставят дом за 5 минут и все сделают. Они высокоорганизованные, они тоже все делают в срок. И с ними приятно работать с клиентом, особенно если это состоятельные клиенты, и деньги для них не вопрос, то у них дом будет готов быстро, красиво. Они ездят по современным выставкам. И есть еще третья группа. Тоже такой женский бизнес. Девушки работают в свое удовольствие. И к ним можно обратиться, придумать что-то необычное домой. И они могут найти какой-то подход, чтобы это было недорого, но было. Но состоялось. Сейчас спланировать интерьер без участия дизайнера, это прям даже сложно представлять. А ведь какое-то время, ну лет 20 может быть назад, кто такие дизайнеры интерьера, мы не знали. Как мы подошли к тому, что ремонт надо затевать под присмотром компетентного специалиста? Даже тут нечего обсуждать, мне кажется, дизайнер экономит деньги клиента. Чтобы там клиент не думал и не говорил, это так. Но многие считают, что дизайнер – это деньги на ветер. Да. Они берут гонорары, и немалые. Да, да. И здесь есть нюансы. У нас даже вот мы расписывали стенку себе в коридоре, мы написали, что первым в дом нужно спускать дизайнера. Когда, во-первых, есть разные дизайнеры, разные клиенты, безусловно, и люди должны друг к другу привыкнуть, и люди должны друг к другу подойти. Потому что это даже не врач, это человек, с которым ты проживешь целый год, пока будешь делать этот ремонт, или там 3-4 месяца. И у тебя должны с ним взгляды совпадать, иначе он не увидит то, что ты хочешь. Дизайнер должен чувствовать клиента, а не просто свою точку зрения ему навязывать. И каким образом дизайнер экономит деньги? Ну, во-первых, он сделал ремонт уже 20 раз. Если бы клиент делал этот ремонт уже 20 раз, он бы не наступал на одни и те же грабли, он бы уже на другие наступал. Он бы избежал многих ошибок. Но когда ты делаешь вторую или третью квартиру, ты не можешь предусмотреть всего. Ну вот, например, я могу по своему примеру рассказать, у нас очень большая лоджия. И я куда-то уезжала, муж заказывал стеклопакеты без меня, он говорит, что нужно? Я говорю, нужно просто, чтобы много света было. И я приезжаю, нам ставят это стекло на балкон, и там на 6-метровой лоджии две такие открывающиеся створки по 60 см, а все остальное стекло, очень много света. Вот, ну как это мыть? И если бы был дизайнер, то, конечно, бы она подсказала. Потому что муж, конечно, даже вообще не думал, что эти окна кто-то будет когда-то мыть. Мы справились с этой ситуацией сейчас. Вот, окна у нас чистые, все нормально. Но вот таких ситуаций позволяет избежать дизайнер. Ты вхожа в дома, где заканчивается ремонт, где уже формируется интерьер, пространство. Расскажи, пожалуйста, какие интерьеры в домах, ну, так скажем, состоятельных людей нашего региона? Ну, правда, но это любопытно. Что сейчас модно, что в тренде, что предпочитает ульяновская публика? Ульяновская публика, публика особенная. Она не всегда предпочитает то, что в тренде. Ну, у нас по-прежнему популярна классика. И вот всякие там виндельки, криндельки, вот это все по-прежнему присутствует. И даже лепнина присутствует. Но есть очень хорошая тенденция на неоклассику, когда все строго присутствуют, классические элементы. Но это очень красиво, и они сочетаются с чем-то модным и современным. Ну, и вот еще вот арт-деко, конечно, тоже я называю это публика. Ну, при земле, при земле. Ну, я даже не знаю, что такое неоклассик. Карт-деко так еще как-то вот. Это значит, что у них дома есть? Глянцевые поверхности, столешницы? Ну, да-да, в неоклассике это может быть. Это значит, что это достаточно уютный интерьер, и там может присутствовать, например, пилястра, такая колонна, которая приделана к стене, ну, очень простых форм, на которой не будет скапливаться огромное количество пыли. Вот, но не будет обороченной лепнины, позолоты и вот всего прочего. Как это? А все же говорят золото, больше золота. Золото в тренде, да. Но я сейчас говорю про позолоту лепнины, вот именно. А так золото, да, сейчас, тем более золотом покрывают сплошняком, там, рамы для зеркал. Да-да-да, это актуально. Я к этому скептически относилась, пока не съездила на выставку в Америку, вот. Выделала там очень большое количество разного-разного золота, и я поняла, что золото может быть разным, что оно может не обязательно быть таким, там, вырви глаз, и вот, бывает, что его можно очень даже красиво декорировать. И сейчас я считаю, что это место мне нравится. Тебе нравятся интерьеры твоих соотечественников? Несмотря на то, что они все в дворцовом стиле, а живем-то в провинции российской. Они не все в дворцовом стиле, и мне не нравится интерьер в дворцовом стиле, вот не мое это. Но сейчас большее количество интерьеров, которые мне нравятся. Приезжаешь, искренне восхищаешься, как все здорово получилось, радуешься вместе с людьми, видишь, как они радуются, потому что первый раз на замерах, там, это стройка, ужас, кошмар. Ну, наверное, тебе это знакомо, ты же делала ремонт. И потом, наконец-то, что-то вырисовывается. Да. Столько сил и труда. Ой, Америка, расскажи, что тебя туда, что подтолкнуло тебя к мысли поехать туда, и какие впечатления ты привезла из Америки? Одна из наших московских дизайнеров, которые у нас заказывали, домики. Ася Бондарева организовала туда поездку, второй раз подряд они уже ездили. Вот. И я напросилась с ней. Там была группа московских дизайнеров, очень крутых. Многие из них... Ну, у нас было всего 8 человек, и вот три дизайнера были, ну, прям такие очень известные, входят в тридцатку лучших. Вот общение с ними, это была отдельная песня. Вот. И они ехали на дизайнерскую выставку в Hot Point, еще в Нью-Йорк. Мне было интересно и то, и другое. И выставка в Hot Point, она интересна тем, что там не какие-то случайные экспозиции, которые собрали, так в эконом-варианте, и разобрали, как это делается на обычных выставках, а там постоянные экспозиции, поэтому там интерьеры доведены до совершенства. Да, вот там приезжаешь, и вот все как дома. Было интересно посмотреть на американские дизайны, это тоже очень трендовая вещь. Что нужно искоренить напрочь? Для того, чтобы... Ну, конечно. Натяжные потолки. На что их сменить? Ну, потолки и многоуровневые потолки. Какие-то круглые, невероятные конструкции на потолках. Вот ничего этого нет. Потолки можно декорировать другими способами. Например, делать какие-то балки или делать потолки с такой нежной-нежной, едва проглядывающей росписью по бетону, как в стокгольмской ратуши. Первое, что приходит сейчас на ум. Очень много есть вариантов декорирования потолков, но натяжные потолки или печать, тем более на потолках, мне кажется, что это вообще только в России уже осталось. Я понимаю, конечно, что это быстро и дешево, но это плохо. Так уже нельзя. А ты сама могла бы сделать дизайн-проект под ключом? Одна. Ну, я сделала две свои квартиры, поэтому, в принципе, опыт есть. Там главное электрику развести. И планировку сделать, и электрику развести. Но этому нужно учиться? Или талант и некое чутье помогают человеку? Талант и чутье – это очень важно. И есть много дизайнеров, которые не имеют специального образования. Но учиться нужно всегда и везде, развиваться и совершенствоваться. Обязательно нужно учиться. Это очень много дает. Поэтому я этому не училась. И я не возьмусь за проекты дома чужого человека. То есть, чисто теоретически, я, конечно, могу сделать. И себе я сделаю. Но я не возьму ответственность за квартиру. А насколько амбициозны наши дизайнеры ульяновские? Они наращивают свой потенциал? Вкладывают в себя, в свое развитие? Они тоже разные. И те, кто вкладывают, их заметно. У нас есть свои звезды. Вот, например, Олеся Симберг, которая сейчас сделала буквально все рестораны в городе. Начиная от Мируку и Матрешек. Что отличает их от других дизайнеров, которые хотели бы быть в этой когорте? Если говорить об Олесе, то я вообще считаю, что она просто уникальна. Она просто очень талантлива. И она сочетает в себе качество художника и качество менеджера. Таких звезд у нас достаточно мало. Даже если вспомнить историю развития искусства. Это Сальвадор Дали, например. Он тоже умел и продавать, и создавать. Рерих. Так что она просто молодец. А остальные, те, кто развивается, их очень заметно. Те, кто трудолюбив, очень заметно. Здесь есть два критерия. Во-первых, не лениться. Во-вторых, учиться и делать, делать, делать. Все получится. Правило, 10 тысяч часов. Оленька, у тебя двое детей. Сколько им лет? Дочке недавно исполнилось 15, сыну 13 с половиной. У них полтора года разница. Взрослые. Ты уже представляешь их будущее? Я каждый день пытаюсь представить их будущее. Ну, и важно, конечно, чтобы они представляли свое будущее. Мы стараемся, конечно же, как и, наверное, большинство родителей, дать им удочку, а не рыбку. И пытаемся выявить их интересы. Есть уже какой-то крен, что у дочери? Ну, Юля у нас рисует. Она закончила художественную школу в этом году. И она думала про карьеру архитектора. Ну, и сейчас у нее появляются другие интересы. В общем, короче, все это не точно. А сын? Какие у него интересы? Достаточно традиционные, программирование. Что тоже неплохо. Я тоже не против. Надо сказать. Скажи, пожалуйста, Оль, что тебе нравится в ценностях поколения твоих детей, а что нет? Наши дети, вот, когда я слышу, ну, всегда же предыдущее поколение говорит, что деревья были большие, мы были лучше. Дети, которые вырастают сейчас, они особенные. Мы такими не были. Просто. Говоря это, что ты подразумеваешь? Они более самостоятельные. У них больше возможностей. Не все, конечно. Есть, вот, опять же, есть просто пропасти между разным воспитанием. В июляном классе есть взрослые мальчики, которые выше меня ростом, которых там до сих пор встречают из школы, провожают в школу и не разрешают с друзьями кататься на велосипеде. Вот. А есть другие дети. Например, есть знакомый мальчик, девятиклассник, который сам, который зарабатывает деньги уже сам, он живет в Питере. Вот. И когда его родители уехали в командировку, он купил путевку горящую за пять тысяч рублей на Кипр и улетел туда один. Там он опоздал на обратный самолет. Вот. И ему пришлось лететь. Но он не растерялся, он купил билет на регулярный рейс, и он вернулся домой на пару часов позже, чем родители. Вот. Они уже такие ворвут на себе волосы, тут он заходит с чемоданчиком, сынок, а ты откуда? Вот. Мы в девятом классе так не делаем. То есть тебе нравится способность детей принимать решения? Да, мне нравится самостоятельность. Они знают, что они хотят, зачем им нужно учить английский. А что не нравится? Что не нравится? Да всё мне нравится. Вы хорошие дети. Ольга, ты очень занятой человек, у тебя хватает времени на дом, плита, уборки? Хватает. Ну, у меня была помощница по хозяйству, сейчас тоже несколько месяцев, наверное, пару месяцев нет. Вот. Ну, сейчас, конечно, лето, и дети помогают. Наверное, к осени я эту практику возобновлю, потому что на самом деле по-разному складывается день, и жёстко поставить в график, когда ты всё это убираешь, сложновато. Ну, вообще, сейчас есть стиральные машины, посудомойки. Сейчас, конечно же, нам попроще. Оля, расскажи, пожалуйста, если можешь, конечно, запустить в эту область шкафчик своей жизни, как ты познакомилась с мужем? У вас очень красивые отношения. Спасибо. У нас как раз вот 24 июня будет очередная годовщина свадьбы. С наступающим. Спасибо. Сколько будет лет совместной жизни? 18. Мы познакомились на Грушинском фестивале. У меня были очень строгие родители, меня никогда в жизни никуда не выпускали. Вот после третьего курса... Грушинский фестиваль, там пример строгих родителей. Это был первый раз за всю жизнь, когда меня куда-то выпустили. Вот, и там я познакомилась со своим будущим мужем. Мы друг другу сначала не очень понравились, но потом мы познакомились еще раз. Уже случайно на улице встретились. Вот, и с тех пор мы вместе. У вас очень много общих увлечений. Танцы, взгляд на предпринимательство, какие-то проекты, стартапы. Как не потерять интерес к своей половинке с годами? Ну, вот, что касается общих увлечений, на самом деле, когда мы познакомились, у нас особо не было общих увлечений. Но мне кажется, что все влюбленные женщины себя так же ведут, они начинают интересоваться интересами мужчины и их как-то перенимать. Потому что я пошла с ними сразу в походы. Я на третьем курсе, мы даже ходили в зимний поход на лыжах. Я заполняла таблицу чемпионата мира по футболу, хотя раньше мне это было неинтересно. Мне стало просто интересно все, что было интересно ему. Танцы изначально были интересны мне. Но лет, наверное, через 12 брака он вдруг сам пришел к танцам. Говорит, а пойдем на танцы? Для меня это было неожиданно, я не знаю, как это случилось, это чудо какое-то. Он хорошо танцует? Он, да, он сейчас уже очень хорошо танцует, потому что он уделил этому больше времени, чем я. Он молодец, он прям искренне увлекся. Что это за направление танцевальное? Это латиноамериканские танцы, но не классическая программа, где все-таки вытянутые по струнке. А наоборот, это такие кубинские, афроамериканские танцы. Сальса, бачата, звук. Что тебе дают танцы, Оля? Ну, там музыка веселая, драйв, энергию. Тебе нравится смена партнеров? Смена партнеров мне не нравится. Скажу честно. Я к этому очень долго привыкала, потому что на социальные танцы там как раз необязательно приходить парой. Если кто-то хочет приходить в латинский квартал, в Ильяновский, там все покажет и расскажет. Уровень совершенно разный может быть у начинающих. Я вижу прогресс, кстати, тех людей, которые пришли вместе с нами, как хорошо они танцуют сейчас, спустя года. И меня просто очень первое время, когда там каждые три минуты, когда говорят, смена партнера, меня просто это добивало. Мне это не нравится. А в бизнесе так же, Оля? Тебе комфортно работать с одними и теми же? Или ты с легкостью пускаешь новые лица? Я в жизни не знаю. В бизнесе, в принципе, я открыта. Чем больше знакомых, тем больше возможностей. Но, наверное, что касается именно нашей организации, приема сотрудников, я здесь консервативный человек. И я не хочу, чтобы их состав часто менялся. Ты очень активна, Оля, в соцсетях. Что тебе дает эта активность? Это, наверное, память о телевидении и газете. Я так думаю, что мне хватает. То есть это рефлексы, наработанные еще тогда? Хочется что-нибудь написать. Ну, активна ты еще... Ты очень активна на площадке Фейсбука. И иногда наши Фейсбучники бывают очень резкими. Как ты реагируешь на едкие комментарии? Коих не может не быть. Ну, я, честно говоря, искренне-то на это не злюсь. Вот. Я, честно говоря, когда читаю, что там кого-то... Ах, меня вот этот вот бесит, надо от него отписаться. Меня там никто не бесит. Там просто все что-то пишут. И, допустим, мы можем там с Ириной Каленовой, она мне может что-то написать в комментариях. Я, конечно, не буду. Вот. А в выходные мы с ней прекрасно были на пляже. Вместе купались и сторожили сумки друг друга. Это разные просто сферы жизни. Ну, ты этот конфликт склонна пресечь на корню? Или ты развиваешь, вытягиваешь из человека эмоции? Нет, нет, я не развиваю, мне некогда. Некогда? Да. Я могу, конечно, что-нибудь ответить в порыве эмоций, может быть. Ну, наверное, не знаю, что еще. Не конфликтный ты человек? Я конфликтный человек, но не в Фейсбуке же, но это смешно как-то. А дома? Дома. Отстаиваешь? Дома мы уже столько лет женаты, что уже притерлись. Дома уже не ругаемся. Мы уже с тобой разговаривали о твоих путешествиях. Ты много путешествуешь. У тебя есть какой-то календарный план на год твоих выездов? Это, конечно, мне бы хотелось путешествовать все время. И я думаю, что это опять связано с моим детством и с частной сменой места жительства. Мне просто это нужно. У тебя были, Оленька, мысли уехать из Ульяновска навсегда? У меня были такие мысли, когда я закончила школу. И вообще мне казалось, что я сразу же перееду. Но всегда складывались так обстоятельства, что что-то этому препятствовало. А сейчас у меня уже есть возможность уехать навсегда. Но сейчас мне кажется, что можно жить здесь и путешествовать везде. Это уже необходимости. Почему люди уезжают из Ульяновска? Почему ты близка была совсем недавно к этой мысли? Я была к этому близка, потому что мне было с чем сравнить. Я жила в Литве, в Германии. И когда я приехала в Ульяновск, мне вообще казалось, что здесь жить невозможно. Я родителям спрашивала, неужели правда мы тут останемся. Город с тех пор изменился, конечно. Но если мы будем сравнивать с Москвой или даже с той же самой Казанью, то понятно, что там интереснее и люди ищут, где им лучше. Чего не хватает нашего города, как ты считаешь, региона? Активности. Чьей? Ну, я все-таки склонна считать, что все зависит от нас. В любом случае, активности. Даже если нам не нравится наше правительство, но это же наше правительство, это же, допустим, даже там, пусть не мы их выбрали, но все равно мы же не делаем ничего, чтобы на это повлиять. Значит, все нам нравится, все нас устраивает. Скажи, Оля, а как можно повлиять, если можно, на тот миграционный процесс, который есть, который удручает иногда? Ну, меня он не удручает. Нет, мне кажется, что все это естественно. Хорошие дизайнеры уезжают в другие города, ты сама сказала. Сильные выпускники не остаются здесь. Я могу работать по всей России. Нет, хорошие дизайнеры могут работать в Москве, они живут здесь, они тоже туда ездят, делают какие-то проекты. Так тоже бывает. Меня не удручает, что кто-то уезжает. Мне кажется, что все это процессы естественные, и в принципе ничего страшного не произойдет. Ну, уедут, приедут, кому где комфортнее. Есть ли у тебя любимые места за рубежом, в России, куда ты хотела бы вернуться еще, еще, еще? Ну, я очень хочу вернуться в Калининград. Вот, где я была маленькая, я там была очень счастлива, и с тех пор мне никак не удается туда попасть. Вот. А что касается заграницы, мне очень понравилось на Бали. Вот. Но я на самом деле считаю, что тут не от места зависит, а зависит от времени, от настроения, от компании, вот, от сочетания всех этих факторов. И так получается, что я не приезжаю два раза в одно и то же место. Прямо таких мест очень мало. Вот, поэтому они у меня все любимые, я их в первый раз вижу, возможно, последний. Оля, ты в прекрасной физической форме, ты это знаешь, и ты над этим работаешь. Как часто ты посещаешь спортзал, либо делаешь что-то другое? Ну, у меня, конечно, было пару лет посвященных спортзалу, но, опять же, за того, что мы часто переезжали, ни в какие спортивные секции я в детстве не ходила. И у меня нет такой привычки, что, привычки регулярных занятий спортом. Я стараюсь участвовать в любой физической активности. Ну, я действительно достаточно выносливая. Вот, я, если там идет какой-то велопробег на велосипеде, я в нем стараюсь участвовать. Ну, допустим, сейчас вот, ну, сейчас вот, наверное, только велосипед, потому что сейчас лето, и нужно собирать ягоды, купаться, и работы много. Сидишь на диетах? На диетах как таковых не сижу, но у меня иногда бывает, там, то, сто дней без сахара, то я год не ела мясо. Ну, мне бывает вот это вот просто интересно. Ну, нет, на таких строгих диетах специальных не сижу, потому что у меня диеты, и я больше не ем. Оль, дай, пожалуйста, совет всем тем, кто не решается реализовать свой замысел. Ты, как человек, который не боялась стартапа, поездок, знакомств. Ну, не то чтобы не боялась, у меня же еще просто выхода другого не было. И сейчас, например, когда моя подруга, у которой зарплата 100 тысяч рублей, не решается покинуть это место и начать свое дело, я ее могу понять, и есть что терять. Когда я начинала заниматься, мне, честно говоря, нечего было терять, у меня просто другого выхода не было. Вот, либо все будет хорошо, я на это надеюсь, либо нет. Ну, а совет, во-первых, нужно верить. Вот, даже если мне говорили, у тебя не получится, это были как раз кризисные годы, кому нужны твои золотые унитазы, какие витражи, и большинство не верили. Я говорила, что мои витражи – это лажа, а не тема, клиенты мои из умного дома этого не верили. Но я думала, если у других не получилось, то это значит, что они что-то неправильно делали, а у меня обязательно получится. Я всегда думаю так. И просто делать, делать, делать. Терпение и труд – все перетрут. Надо работать и верить. Ну что же, дорогие друзья, разрешите на этой оптимистичной ноте, которая прозвучала из уст Ольги Егирской, завершить этот выпуск программы «100 вопросов». С нами была великолепная, очаровательная, умная, глубокая Ольга Егирская. Я очень рада, что мы придумали с тобой новый повод для встречи. Встретимся на умправда.ру Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!